Здравствуйте, в эфире Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем, в гостях у меня Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, постоянный гость нашей студии, мы постоянный собеседник, обеседуем, а мы с Михаилом на тему, на которую я бы беседовать ни с кем не хотел. В общем, мы, наверное, впишемся в горячие споры, которые в последнее время развернулись и в обществе, и во всех социальных сетях, и в благосфере. Если вы помните нашу крайнюю, как говорят летчики, беседу с Михаилом, мы беседовали о роли Сталина в истории, и Михаил говорил, что если Сталин до сих пор вызывает такие эмоции в обществе, значит, эта тема важна и нужна для обсуждения. И тема, которую мы будем обсуждать сегодня, это вовсе не Сталин, хотя, в общем-то, и Сталин тоже. Это история постоянной ревизии итогов Великой Отечественной войны, которая, на мой взгляд, в свое время началась с преснопамятной статьи Александра Минкина, с которой он размахивал лет 10 и говорил, что ее нигде не хотят печатать, а потом где-то все-таки напечатал, его пытались побить, и нынешний оппозиционер Илья Яшин с командой его защищал. На тему сейчас бы пили Баварское, видимо, то есть, как бы, что было бы, если бы победили немцы? И Минкин убежденно доказывал, что на самом деле, вот, по сравнению с исходом Второй мировой войны, ничего бы страшного не произошло. У меня бы, если бы были волосы, они бы, конечно, встали дыбом от таких заявлений. Нет, ну, вот, в отношении господина Минкина я бы не возражал, чтобы немцы победили, чтобы с ним поступили по принципу не политических убеждений, а национальной принадлежности. Я думаю, что вот в данном случае, отдельно взятом, это было бы практически по делу. Ну, вы просто, Михаил, подаете мне пас, который я не могу забить, к нам присоединился по телефону политик президента общероссийского движения, общественного движения Союза правых сил, Леонид Гозман, который тоже недавно... Здравствуйте, Леонид. Вы меня поправите, если я неправильно излагаю ваше заявление. Вы недавно возмущались тем положительным образом смершевцев в истории, что связано, насколько я понимаю, то ли с фильмом, то ли с сериалом, который сейчас выходит, в котором смершевцы изображают положительно. Вы сравнили смершевцев с войсками СС. Я правильно излагаю конву событий? Ну, примерно, да, мне кажется, что были террористические организации, они были с обеих сторон, у них был СС, кестапо, все это было совершенно омерзительно, разумеется. У нас был НКВД, у нас был СМЕРШ. При этом, разумеется, среди солдат СМЕРШ были вполне достойные люди, это понятно, которые никаких преступлений не совершали, а воевали честно за Родину. Но, к сожалению, сама организация была организационной карательной, и большая часть их... Карательные, простите, по отношению к кому? Карательные по отношению к своему населению, прежде всего, и к своим солдатам. Потому что, хотя формально они выявляли там шпионов и прочее, но они реально, ну, как я не знаю, как НКВД воровал с врагами народа, и, ну, если кто-то считает, что те миллионы убитых, это были действительно враги Отечества, ну, кто-то так считает. Основные поняли, что, подавляя всего, что будут, что они невинные, абсолютно невинные жертвы. А вы это откуда знаете? Мне кажется, подождите, подождите, это кто сейчас говорит? Это говорит Игорь Виттер. А, значит, я... А где-то будет разно, в зависимости от того, кто говорит это. Это важно. Нет, нет, а для меня важно, а для меня важно, с кем я говорю, я, собственно говоря, это важный момент, на самом деле. Согласитесь, вы ведь не со всеми разговариваете, правда, я тоже не со всеми разговариваю. То есть, с Дельгина вы не разговариваете, я правильно понимаю? После того, как он обвинил меня в создании фашистской организации, вероятно, да. Далее, продолжайте. Я считаю, что Делягин создавал фашистскую организацию, он подал за это в суд, в суд проиграл, так что все, мне кажется, нормально. А поскольку он в суд проиграл, то я имею полное право повторять, что организация, которую создавал господин Делягин, была ошибкой организации. А вы можете тогда... Значит, тогда вы можете привести... Мы, кажется, отошли от темы. Я могу задать вопрос. Откуда я это знаю? Не можете, не можете, это демократия, вы должны слушать. Я просто хотел бы, Леонид, вам задать вопрос на который и расширить свой вопрос. А вот откуда вы знаете, что люди были невиновными? Давайте определимся с критериями фашизма. В данном случае вы употребили. Я вообще не собирался говорить о партии Делягина. Тем более, я не знаю, у него сейчас и партии-то никакой нет. Нет, ее нет, уже давно нет, слава богу. Мне интересны ваши критерии оценки. Что такое невинные люди? Почему вы убеждены, что они были невинными? Значит, вы знаете, ну смотрите, про критерии фашизма и почему партия Делягина фашистская, мы очень подробно объяснили это в суде. Очень подробно. В частности, в программе этой партии были прямые ссылки на положительный опыт Третьего Рейха. Вот, и на многие другие вещи. Ну и сейчас Делягин сказал, что в отдельных случаях, в отдельных евреев надо уничтожать. Но если еврей совершает преступление, то ему нужно уничтожать в соответствии с уголовным кодексом. А господин Готман, судя по всему, думает, что господин Гитлером отдает ему личную индульгенцию. Нет, значит, вы сказали, что в данном случае вы бы приветствовали, если бы они разобрались по национальному признаку. Нет, я сказал, что с такими людьми, которые совершают такие преступления, с каждым будет... Михаил Геннадьевич, поскольку мы с вами не очень симпатизируем друг другу... То я буду медиатором, да. Если мы друг друга перебивать, мы будем просто вместе говорить... Михаил, да, давайте, дайте высказаться, Леониду. Это неправильно, да. Это неправильно. А теперь насчет невинных или неневинных. Значит, я могу сослаться на, ну, например, порядка 60 томов, выпущенных покойным Александром Николаевичем Яковлевым, где подробно анализируется история сталинских репрессий, история того, что сделал Е.С. Сталин и его подельники. Там огромное количество документов, фактов, распоряжений и так далее. Вообще, сталинский террор, сталинский террор изучался очень многими достойными людьми и в нашей стране, и за рубежом. И мне кажется, мне кажется, что точно так же, как понятно, что, в общем, не обсуждается уже всерьез, прав ли был Гитлер, а понятно, что Гитлер был исчезаем ада, и большая часть убитых им людей были просто жертвами этого вурдалака, вот, точно так же это ясно про товарища Сталина, хотя у нас отдельные сограждане ходят с его портретами. Вот, мне кажется, что фактов достаточно. А можно вам задать еще один наводящий вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к точке зрения гражданина Минкина? Кстати, по поводу нелюбви Михаила Геннадьевича Делягина к евреям, которых якобы предлагают уничтожать, я вам могу сказать, помните, как было в «Место встречи изменить нельзя», про маму твою не скажу, не знаю, а папаша Шнифер был известный. Так вот, за всех евреев не скажу, не знаю, а несколько человек из Израиля, поверьте мне, настроенных вовсе не фашистки по отношению к евреям, прочитав ваш пост в живом журнале, позвонили мне и спросили, как бы до вас так добраться. Вы тоже считаете, что это люди, ненавидящие евреев? Нет, конечно. Я понимаю, что есть разные точки зрения. Я получил на свой пост более тысячи отзывов. Более тысячи. Часть из них были резко негативными, часть из них были резко позитивными. И число людей, и люди, которые, среди тех людей, которые одобрились, люди, которые для меня крайне важны. Так что я не вижу ничего особенного в том, что... Вы про Минкину не ответили. Вы разделяете ли вы точку зрения? Понимаете, я не могу комментировать, я согласен, что писал Минкин, я не знаю. Поэтому Минкина я комментировать не могу. Я могу комментировать сам тезис, что ничего бы не изменилось, если бы победил Гитлер. Я считаю это полным бредом. Я считаю, что победа Советского Союза и победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и Советского Союза в Великой Отечественной войне, это одно из самых вообще светлых и радостных событий 20-го столетия. Может, самое радостное событие 20-го столетия. И вот я считаю, что Гитлер был абсолютным злом. И вот уничтожение гитлеровского фашизма, прежде всего нашей страной, потому что понятно, что хотя бы была антигитлеровская коалиция, об этом надо помнить, но все-таки основную тяжесть войны вынес именно Советский Союз и наши сограждане, да, вот это было, конечно, фантастическим подвигом и, ну, крайне таким... В общем, в мировой истории мало таких радостных событий, как май 45-го. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был политик президента общероссийского общественного движения СССР Леонид Госбон. Спасибо вам, Леонид. Михаил Геннадьевич, можете вернуть себе. Вы, дабы не откусить, видимо, этот микрофон, его просто убрали. Да нет, ну, просто вы сказали, что не нужно вмешиваться. Да, я попросил не вмешиваться, потому что если мы втроем начнем говорить, то это будет напоминать тот самый... Сразу по пунктам, да? Значит, поскольку здесь были личные вещи сказаны. Ну, действительно, я экспериментально установил, что в российском суде у советника, у руководителя Росната господина Чубайса, которым является господин гражданин Гозман, выиграть, похоже, нельзя, даже сегодня. А вместе с тем суд не подтвердил позицию господина Гозмана, он просто подождал, пока организация разрушилась. Ну, и после этого сказал, ну, организации нет, ну, идите все к чертовой матери. Вот, так что эта позиция столь же адекватна, как и все, что он говорил по общественному вопросу. Что касается того, что в программе были апелляции к опыту Третьего рейха, значит, там говорилось, например, о необходимости строительства дорог. Мы все помним, что часть людей, которые слишком сильно восхищались дорогами в Германии, каменными зданиями, в которых жили крестьяне в Германии и прочее, им это было поставлено в вино, они действительно пошли на колумбу. Ну, вот товарищ Гозман воспроизвел сейчас сталинистские подходы в полном объеме. Вот, теперь давайте к теме. Значит, то, что мы здесь слышали, это классические современные переписывания историй, когда на одну доску ставятся Гитлер и Сталин. Ну, это сейчас самое популярное такое. А когда на одну доску ставятся фашизм и его победители. Что бы там товарищ Гозман не рассказывал про его любовь к Дню Победы, но об этой любви очень ярко его собственные высказывания характеризуют. Можно еще, он еще забыл повторить, что советский народ... Михаилович, после выпуска новостей ровно через минуту. Ну, сейчас возвращаемся в студию. Я напоминаю, у меня в гостях Михаил Делягин. Беседуем на тему сейчас бы пили Баварский или ревизия итогов Великой Отечественной войны. Гражданин Гозман еще забыл упомянуть, что... Такой есть распространенный тезис, что советский народ победил в войне вопреки Сталину и вопреки своим генералам. Вот. Ну, что я могу сказать здесь? Понятно, ненависть господина Гозмана к СМЕРШу. Организация была создана для борьбы со шпионажем. На самом деле. Что, между прочим... Гозман шпион, что ли? Нет. Но борьба со шпионажем... Шпионы кто? Люди с Запада. Китайских шпионов было немного. Японских, на самом деле, как-то СМЕРШ воевалось с немцами. А любое выступление против Запада – это преступление. Любое. Крайние есть позиции. Это позиция, которая в свое время озвучилась, я правильно помню, по дробиннику, который сказал, что истинные герои нашей страны, не знаю, как у страны имела в виду, это те, кто воевал с советским режимом, с оружием в руках и перечислил там бандеровцев, литовских партизан, и кавказских партизан, и все остальное. Власовцев не забыл упомянуть, вероятно, потому что не хотели воевать с оружием. А при этом, насколько я помню, это тот же самый товарищ Подробенник, который в свое время возмущался тем, что ветераны потребовали с любимой нашей шашлычной антисоветской снять вывеску. Он сказал, что это не настоящие ветераны, а вообще все ветераны, которые сейчас... Вот это было в той самой статье. А это то же самое было, да? Но там было, что настоящий герой – это те, кто воевал с советским режимом, а не те, кто его защищал. О, как! Это крайняя позиция. Ну, я просто, так сказать, для справочки напомню, что у меня просто некоторые совсем дальние родственники воевали на Западной Украине еще в конце 40-х годов. Я, Михаил Геннадьевич, боюсь спросить, с какой стороны? С советской. Вот. И когда они вскрывали склоны бандеровские, то практически во всех схронах был большой чан для варки людей заживо. Ну, телевизоров в то время не было, игр не было, надо было как-то развлекаться. И захваченных в плен варили заживо в этих чинах. Ну, я на эту тему даже и спорить не буду. Я вот на днях в Киеве в очередной раз увидел улицу того самого Степана Бандера. И переписывание истории... А в РУ Симона Петлюры, там еще лучше все, да? И переписывание истории проводится очень интенсивно, очень комплексно, при полной поддержке российского государства. По крайней мере, либерального клана в нашем российском государстве. И задача лишить нас гордости. Потому что когда люди перестают, так сказать, гордиться своим прошлым, то они утрачивают волю к существованию. Вот это стратегическая задача. Тот же самый Яковлев, мне очень понравилось упоминание в 60 томах. Не успел, товарищ, было бы 600. Он признавался, так сказать, что... И об этом есть соответствующее воспоминание, что наша задача была Сталином ударить по Ленину. Хорошим Лениным ударить по Сталину. Потом хорошим Плехановым ударить по Ленину. Не успели сделать. Ну, и дальше это была операция, в общем-то, против России. То есть, Михаил Георгиевич, дайте опираться все-таки на факты. Давайте. То есть, товарищ Гузман сказал, что смерчевцами было уничтожено миллионы невинных граждан. А товарищ Сталин, как было сказано представителем мемориала, по-моему, даже замруководителя на эхе Москвы, извините, что я называю конкурирующую радиостанцию, но просто нужно назвать источник, сказал, что Сталин репрессировал полторы тысячи миллионов человек. И когда ошарашенная ведущая переспросила, он это повторил. Мы сейчас говорим конкретно. Значит, есть статистика. Есть статистика всех людей, которые прошли через смерч. За исключением расстрелянных по суду, без суда, там, сразу, так сказать, на поле сражения. Там всякие вещи были. Децимации были, жуковские и так далее. Но, но, а все люди, проходившие фильтрационные лагеря, вернувшиеся из плена, их было, по-моему, я могу ошибаться, чуть меньше миллиона человеку. Действительно прошли фильтрационные лагеря. И человек, который, так сказать, возвращается на родину, его помещают в фильтрационный лагерь, да еще во время войны, что тоже было. Ну, никаких позитивных эмоций здесь нет. Значит, из этих фильтрационных лагерей были репрессированы менее 10% человеку. И все они были шпионами? Нет. Вот, которые сотрудничали с немцами. Я думаю, что часть людей, которые путались в показаниях, и, на самом деле, историков нужно назвать, и часть людей, которым просто проявили трусость, совершили воинское преступление. Не нужно еще и забывать о том, что законы были очень жестокие, я совершенно их не поддерживаю, что в определенный период времени, сдавшийся в плен, приравнивался к изменнику Родины. И это мы тоже не можем... Поэтому писали про пол без вести, кстати говоря, пока не было юридических доказательств. Возвращаясь, да, почему сейчас настолько популярна мысль о приравнивании Сталина к Гитлеру? Почему, а в том числе приводит знаменитый, якобы состоявшийся разговор Сталина с Жилковым, не победили, а трупами забросали? Почему регулярно, каждому дню победы в этом году был использован новый прием, теперь пробки помешали? Парад теперь проводить нельзя, потому что из-за этого настоящие ветераны гибнут. Плюс, да, вот те факты, от которых нельзя... Мы видим фотографии со дня победы, и мы видим действительно на них некоторое количество ветеранов фальшивых. Я думаю, вы, Михаил Геннадьевич, тоже видели эти фотографии, да. Безусловные. А это вообще откуда взялось? Почему с обеих сторон, простите, идут страшные спекуляции, да, как со стороны нашего государства, как и со стороны либеральной общественности, которая всячески стремится вообще уничтожить наше право праздновать День Победы? Но либеральная общественность ненавидит эту страну, и ей страшно мешает этот народ. Ну, недостаточно культурные, недостаточно европейские, не так ходят, не так разговаривают. Главное, когда их грабят, они начнут возмущаться. Как сказал Евгений Григорьевич Ясин, у вас ничего не отмели, у вас ничего не было. Это принципиальная претензия к российскому народу. И когда люди недовольны тем, что их грабят, ну, это, в общем-то, преступление. С другой стороны, мы видим борьбу силового и либерального кланов. То есть, либеральная общественность, часть либерального клана, которая представлена во власти очень здорово. Это борьба на наистских мальчиков, это люди, которые, в общем-то, действуют примерно одинаково. И спалились в одном экстракте. Они вывозят деньги из страны, они блокируют ее развитие, просто, правда, по разным причинам совершенно одинаково. Они проводят одинаковую политику. Силовики проводят либеральную экономическую политику, безупречную, чтобы не было развития, чтобы там ни с кем не ссориться и так далее. И когда силовики, представители силового клана начинают клясться верности Родине, рассказывать про патриотизм и так далее, но они не могут не врать, потому что, понимаете, ну, как вы будете любить Родину? А, публичное, что противоречит нашей культуре. А, Б, и самое главное, когда ее только что грабят. Михаил Ильич, ну, против факта ты не попрешь, да? Как бы мы сейчас с либералами там не находились по разные стороны баррикад, роль Сталина в войне не вполне однозначна. Давайте выразимся мягко для начала, да? И уничтожение командного состава. Давайте зафиксируем Сталину преступнику. Нет, нет, я... Давайте просто это зафиксируем. Это вы фиксируете. Это я фиксирую. Это вы фиксируете. Да. Хорошо. Вы недавно, так не соврать-то, месяца два назад у меня совсем другое говорили. Нет. И вот все, что наша страна создана Сталином, да. Мы до сих пор донашиваем инфраструктуру и шинель Сталина. Тут, по меньшей мере, в электроэнергетических производствах. Без Сталина победы бы... И в метроплитене, извините. Без Сталина победы в войне не было бы, да. Он совершал преступление? Да, совершил. Да, совершил. А почему, вот тезис последний, почему без Сталина не было бы победы в войне? Ну, потому что... Потому что это не... Он был... Нет, я просто продолжаю. Хороший вопрос. Он был действительно центром управления страной. Единолично. Собственно, поэтому все рассыпалось после его смерти. И другого такого человека в нашей элите, даже если брать времена гражданской войны, не было. Который был способен управлять. Ну, вот у грузин был когда-то Давид Строитель. Просто он был давно, и поэтому вошел в историю как такой святочный персонаж. А у нас вот Сталин Строитель. Да. Мне тоже неуютно это произносить. Я совершенно без всякого вострога это говорю. Но против фактов не попрешь. Были ли мы готовы к войне? Нет, не были. Не были готовы к войне. Если бы мы были готовы к войне, то, извиняюсь, не под Москвой бы останавливали немцев. Значит, в этом чья вина? А в этом вина Сталина и система, которую он создал. Вот и ответ. То есть, значит, и вина его, и заслуга его. И вина его, и заслуга его. А черно-белые персонажи бывают только в мультиках. И то в старых диснеевских. Причем, если вспомнить, то Дисней как-то был большим поклонником Гитлера, если мне не изменяет память. Был такой эпизод. Значит, тогда в чем неправота либералов? А неправота либералов в смешении пропорций. СМЕРШ совершали преступление? Да наверняка. Нью-Йоркская полиция была организована преступной группировкой очень долгое время, десятилетиями. Уж СМЕРШ-то тем более совершил преступление. А он был необходим? Да, он был необходим. Как любая система, которая борется со шпионами. Я напомню, что не наши люди, западные люди поражались, почему Советский Союз был единственной страной мира, в котором не оказалась пятой колонны гитлеровцев. Внутри. В системах управления. Ну, потому что в этой пятой колонне вместе с водой. Вместе с ребёнком выплеснули грязную воду. Ну, ребёночка-то тоже выплеснули. Ребёночка тоже выплеснули. Ещё и перемололи, и заживо сварили. Ну, так на всякий случай. Если бы не Сталин... А вот, кстати, вопрос. Если бы не Сталин... Я не люблю сослагательного наклонения. Значит, представь себе, что история пошла по-другому. Есть ответ на этот вопрос. Давайте. Мои учителя по экономическому моделированию, которых я сначала учился, потом работал, они были людьми, так сказать, грамотными. И они были демократами, как это положено, в 80-е годы. И они в 80-е годы сделали большую работу, причём начали сделать её подпольной, сделали подпольную, доказать, что можно было обойтись без сталинских методов коллективизации и индустриализации. Они взяли экономическую модель Советского Союза после Гражданской войны и стали играть. А как можно было бы... Вот эта вот сталинская фраза. Мы должны за 10 лет пробежать это расстояние, иначе нас сомнут. И они мне говорили, в общем, стесняясь. Потому что они не могли с этим примириться. И долгие годы спустя, после получения результата, что по-другому... Никак не сработало. Не путь Бухарина, никакой другой путь. И потом, это нам сегодня, победивший Сталин, видится зверем, совершенно уникальным, совершенно экстремальным, потому что всех остальных он задавил. Но тот же самый гуманист Бухарин тоже иногда, так сказать, проявлял предельную жёсткость про Троцкого, про Каменева. То есть сейчас мы Сталином ударим по Ленину, и выяснится, что ежели бы не Ленин, тогда бы, может быть, мы пошли бы другим путём. Ежели бы не Николай Второй. Да, об этом после выпуска новостей. Добрый день в эфире. Я напомню, кто в эфире, Михаил Геннадьевич. Это «Парадокс» с Игорем Витлем. В гостях у меня Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Говорим о современном ревизионизме. А, кстати, вот почему за отрицание Холокоста на Западе сажают, и за отрицание итогов Великой Отечественной войны у нас почему-то нет. Правда, сейчас кто-то предложил, по-моему. Потому что мы в определённых вопросах более демократическая страна, чем Запад. У нас разрешено сомневаться, разрешено думать. Обратите внимание, как гражданин Гозман говорил, мне кажется. Это не потому, что ему кажется, не потому, что ему мерещится. Это юридическая формулировка, которая у нас позволяет высказать любое мнение. В том числе и оценочное. В том числе и оценочное. Одна из таких формулировок. На Западе это невозможно. Но говоря об истории, понимаете, найти такой народ, чтобы у него была добрая святочная история, чтобы его не съели, по-моему, нельзя. Как только вы начинаете изучать что-то, что вам кажется идеалом, вы так берётесь за голову и тихо отползаете в угол. Люди делятся не на тех, у кого родители хорошие и плохие. Люди делятся на тех, кто своих родителей любит. И на тех, кто их ненавидит, придирает, стыдится и так далее. Или испытывают к ним другие девиантные жены. Вот либералы, тоже не все, там много очень нормальных людей. Но те, которые переписывают историю, они хотят сделать так, чтобы мы своих родителей ненавидели. Это очень важная вещь. Вот в этом разница подходов. Я думаю, что если 10 лет подождём, то есть Гозман расскажет нам, что 9 мая – это страшный день, это траур и так далее. Я помню те времена, когда это было на пике, и в конце 80-х годов вот эту фразу вы сказали, если бы то баварскую пили. А эту фразу реально говорили в очередях ветеран. Это было. Но этого я не помню, а вот статью Минкина я помню прекрасно. Она появилась несколько лет назад, и причём Минкин там всячески доказывал, что никто её не осмеливался, потому что это очень смелая прогрессивная статья. И очень трудно доказать господину Минкину, что он… Знаете, мерзость и смелость – это разные вещи. Вот, я то же самое даже… Хотя в демонстрации мерзости действительно определённая смелость имеет место, но она не главная. Но, тем не менее, вернёмся, значит, к товарищу Сталину. Да, сейчас про Минкина одну фразу. Мы все помним, что у господина Гитлера в планах было из Москвы большое озеро, и что там по плану ОСС планировалось сделать с русскими, украинцами, белорусами. Я уж не говорю про евреев. Это то, что было бы сделано. Точка. Это был план, а немцы, в отличие от наших, планы исполняли. А, тем не менее, в последнее время появляются, опять-таки, уж, простите, в социальных сетях замечательные святочные репортажи о том, как на Украине и даже и в России под немцами вполне себе там чуть ли не театры работали. Работали. Всё работало, всё было замечательно. Никого особо не расстреливали, кроме тех, кто с оружием в руках воевал против немцев. И вот это-то откуда берётся? Главное, как это попадает в нашу прессу? И откуда берутся эти воспоминания? Ну, во-первых, я думаю, что зверства не было тотальными, иначе под окупацию никто бы не уезжал. Поэтому, действительно, там была мирная жизнь. Там работали, ну, не колхозы, но то, что там было. Что-то это как-то не бьётся с планами сделать озеро и утопить всё. А сделать озеро из Москвы. А так, из Украины возили чернозём вагонами. А гитлеровская машина экономики работала на высасывании всех остальных стран. И у немцев снижение уровня жизни началось уже в 1944 году. До этого уровня жизни непрерывно рос. Об этом есть замечательная статья Мадзиевского. Как было устроено народное государство Гитлера. Это было государство грабежа. И тех, кто там жил, их грабили, да. И люди, которых угоняли в Германию или обманом завлекали в Германию на работу, они там голодали. Это реально. Ну, если человек попадал прислугой в хорошую семью, то ему было нормально. А если, так сказать, по общему разряду, в среднем, то там было голод. И там от голода люди умирали в том числе. От непосильной работы умирали. Там было очень жёстко. И мы, представляя историю по фильмам, которые показывают экстремальные ситуации, мы не понимаем, что да, там тоже была жизнь. Так не только там была жизнь. Была ещё жизнь вполне себе. Недавно я гуляю по кладбищу знаменитому Сен-Женевиев-де-Бо. Случайно, значит, на кладбище, как вы понимаете, периодически заезжают иногда российские туристы. И вела группу дама, француженка, весьма пожилая, русского происхождения, и рассказывала им историю. Я просто края муха, поскольку мне не нужны были объяснения, я сам знал, в очередной раз, какие могилы я там пришёл, услышал фразу о том, что когда немцы вошли в Париж, мы обрадовались, что это интеллигентные люди, и при них вполне себе можно было жить. И это вполне себе распространённо. Только я не могу понять, откуда в том же Сен-Женевиев-де-Боа стоит знаменитый кинотав той же Ники Аболенской, которая была одной из участниц, там много участников сопротивления похоронений, но это просто одна из знаменитых историй, которая была обезглавлена в берлинской тюрьме, если мне не изменяет память, уже в 1944 году. И откуда тогда бралось сопротивление, если всё так замечательно было при фашистах, и все спокойно жили? Нет, вот опять, или чёрное, или белое. Можно было жить. Тот политический хаос, который был во Франции, в 40-м, в 39-м, действительно, для мещанина порядок, порядок, какой угодно. Да какая разница, под кем жить, чья власть, того и вера. Это европейский старый принцип, он остался. Но фашистский режим в Париже и фашистский режим в Смоленской области, это было два разных режима. И выкачивание ресурсов из Франции шло, но шло в значительно меньшей степени, чем выкачивание из Советского Союза. Почему? Потому что французы, как считалось, ближе к корейцам, чем славяне. А славяне это унтермеж. Но мы начали рассказывать про то, как жилось там на той же Украине, которую вы говорили, что должны были сложить. Сложить куда? То есть как бы уничтожить? В озеро, в озеро. В озеро, я повторяю, это про Москву. Утопить к чертовой матери, чтобы не было памяти. А то, чтобы Москву утопить, остальное не это самое? Остальное ограбить. Остальное ограбить, ликвидировать поэтапно местное население. А что ликвидировать поэтапно как? Ну как, как? Никакого образования. Пожалуйста, баллонский процесс, который наши либералы поддерживают. Реформа образования. Никакого здравоохранения. Знать должен, уметь расписываться, понимать указания хозяина, правила арифметики, упаси Божий, не думать. И закон Божий, чтобы были покорны. И постепенно замена, что население должно было остаться столько, сколько нужно для обслуживания немецких колонистов. И мы приходим опять-таки к чему? Что опять-таки Сталин в некоторых вопросах борьбы с собственным населением был эффективнее, чем Гитлер. А Сталин не боролся с населением, чтобы его уничтожить. Это принципиальная разница. А в лагерях-то кто сидел? Он решал, он обеспечивал развитие страны, а для этого не считаясь с потерями. И для этого запугивал, уничтожал, подавлял мятежи реальные, те, которые привиделись, и те, которые были придуманы для того, чтобы звездочки заработали. Вот, вот, вот. Это ответ на вопрос. А теперь расскажите мне просто, Михаил Геннадьевич, А мне сегодня, ну, вот, то есть, не дай бог, мне вот, условному мне, где-нибудь так, в 42-м, а мне, или в 37-м, мне от того, что меня уничтожат, было легче от того, что меня уничтожат условный Иосиф Виссарионович, которому привиделись мятежи, или меня уничтожат Гитлер за мое этническое происхождение. Мне-то чего с этого? И вам, опять-таки, Михаил Геннадьевич, вам, что ли, легче было бы? А, от этого никому не легче. Потому что я могу честно сказать, вот у меня, например, в Сибири, в ближайшей, никто не сидел. Правда, семья была Гитлером уничтожена, а вот со стороны Сталина, никто, я так, что я не могу приравнивать историю своей. Знаете, если у вас попал снаряд, вам, как физлицу, вам безразлично, какой это снаряд, и в каких целях он в вас попал. Нет, вы знаете, человек любознатный, вот в последние секунды я посмотрю все-таки, там, из чего меня подбивают. Траекторию даже, может, успею посчитать. Но результат от этого не изменится. Результат от этого не изменится. Почитаете так, друг или нет? А если вы не отдельно взяты физлицо, а часть своего народа, то погибнуть за что-то или погибнуть просто так, есть некоторая разница. Об этом Лимонов лучше рассказывает, чем я, но тем не менее. Нет, что значит за что-то? Если мне скажут, Игорь, ты должен сейчас закрыть тот пулеметный взвод, то есть ДОТ, как Александр Матросов, и спасти своих товарищей, это одно. А если мне скажут, Игорь, ты знаешь, командиру привиделось, что там сидит пулеметчик, поэтому ты, Делягин и Гозман, трое вперед, закрывайте грудью эту точку, а дальше нет. Конечно, если там действительно привиделось, а тут как бы история, наверное, даже не так надо написать, да? Пулемета там нет. Но в тот момент, когда мы ложимся на этот ДОТ, в нас стреляют сзади, в затылок. Я даже другое скажу. Была такая практика израсходовывать личный состав, чтобы выйти на переформирование. Была такая практика. И на самом деле война была чудовищной жестокостью. У меня сегодня очень хорошо смотреть фильмы 60-х годов, когда есть хорошие наши, плохие немцы. А уже в 80-е годы все-таки снимали фильмы, которые ближе к действительности, где было показано, значит, в общем, у нас тоже была безумная жестокость, изуверство и глупость. И что такое была война? Сейчас я про миллион изнасилованных не мог, вспомню. Знаете, я был в Берлине, и у меня там местная эмиграция наша, вот второй раз в жизни человек меня увидел, стал мне рассказывать, что оказывается, советскую армию во время штурма Берлина так плохо кормили, что они занимались каннибализмом еле друг друга. Это классический комплекс эмигранта, неважно, внешний выленок. Я с вами абсолютно согласен. То же самое про миллионы изнасилованных немок. И так далее. Два миллиона, пять миллионов. Такие трогательные рассказы, причем видно, что это придумывали немцы, потому что в советской армии просто тех... Я читал много исследований, на самом деле, там миллиона, конечно, не было, но... Нет, было много, простите, пожалуйста, четыре года повоюете. Вот посмотрите на гастарбайтеров, которые там по полгода живут без женщин. Вы задаете в эфире. Почему? Потому что про гастарбайтеров опять вспомнили. А про гастарбайтеров нельзя вспоминать? Нет, я же в рамках Гозмана. В рамках Гозмана, вы знаете, нужно быть Гозманом. Не хочу. Понимаете, и никем больше, потому что это специфический жанр, который, слава богу, не передается. Никаким путем. Так вот, возвращаясь, да, и опять-таки у нас встает один и тот же вопрос. Мы понимаем, что Сталин победил... Россия победила, Советский Союз победил. Советский Союз победил. Под руководством Сталина победил числом бесчисленного количества жертв, которых можно было избежать. Мы понимаем, что война не была бы такой кровавой, если бы Сталин не провалил начало войны. И Россия была бы готова, и Советский Союз был бы готов. Да. А мне, кстати, сейчас там это не пришлют? Ничего за то, что я Советский Союз Россией называю? Ну, конечно, Советский Союз. А Россия официальная наследница Советского Союза, но пришить могут. Если, товарищ Гозам, он обидится, то пришлют. Значит, тогда возникает вопрос. Так в чем же неправы, еще раз, либералы? Условные либералы, да? Потому что СМЕРШ не был преступной организацией. СМЕРШ был организацией, созданной для борьбы со шпионами. А мы сейчас не про СМЕРШ. А про то, что на самом же деле большинство людей, они же понимают, что Минкин, я не буду это слово нам теперь товарищ Путин запретил в эфире произносить. Ну, сами понимаете, да? И его мнение разделяет мало кто. Но тезис о равноценности борьбы двух дьяволов, если так можно сказать, двух рук дьявола, как Сталин и Гитлер, разделяет огромное количество населения в России. Что Сталин и Гитлер это одинаковые злобы. Вот тут-то они в чем не правы. Если бы не Сталин... Гитлер хотел нас уничтожить. Ну? Сталин хотел сделать нас людьми. С узуверской жестокостью, да. Я думаю, что все, если бы в свое время пришел не Сталин, то вполне ситуация раскладна быть бы иной, и Гитлеру бы в голову не... Допустим, допустим, я сейчас чисто уже сослагаю это на... Если бы нас не уничтожил Гитлер, нас уничтожили бы японцы, американцы, Англия с Францией и так далее. Потому что это было... То есть в любом случае страна не была бы конкурентоспособна, в том числе и в военном смысле, если бы не товарищ... Она была бы колонизирована, но вопрос, с кем и в каких форматах. И обойтись меньшим количеством жертв было нельзя. Понимаете, наверное, можно было бы теоретически, а на практике не получилось. Это вот строят дом. Два человека сорвалось с лесов, упали, разбились. Можно было... После выпуска новостей. В эфире Игорь Виталь и это продукт с Игорем Витальем, а мы с Михаилом Делягиным деремся тут о ролях Сталина. Деремся? Да не деремся мы. На самом деле, просто опять-таки аналогия ваша. Если два человека упала с лесов... Значит, дом нельзя было строить, говорят либероны. Неправда. Неправда. Они говорят, что ежели дом строится, а с лесов падают не просто сами по себе, и не два, а десять человек, потому что прорабу, или кто-то... Я небольшой специалист строительства, руководитель строительства, называемый вот так, этим замечательным людям, находящихся на лесах, придал пинка, потому что им показалось, что они либо недостаточно быстро красят, либо занимаются вредительством, либо кирпичи не так кладут, то вполне возможно, что этот дом можно было построить эффективнее, без того, чтобы скидывать людей с лесов. вот сослагательное наклонение, но к счастью, вернее, к несчастью, наши либералы на него ответили, потому что они... Вот то, что вы сказали, было абсолютной правдой в 89-м и 90-м годах, но после этого наши либералы дорвались и сами стали прорабами. Вот Сталин строил плохо. До сих пор в Москве лучшие здания, знаете, какие, которые строили немецкие военнопленные после войны. Да. Сталинки уже вторые, но... Те самые здания на площади Гагарина. Строили. Это, кстати, последний дом, построенный заключенными. Но... На Соколище, хорошо. Дома строились. Дома строились. Когда пришли к власти уважаемые товарищи либералы, в 90-е годы строительства не было. Задача такая не ставилась. Михаил Геонидович, вот вы как-то очень талантливо все время подменяете понятие. Я с вами не спорю сейчас о соотношении Сталина и либерализма. Тут, как вы помните, мы с вами абсолютно согласны. Мы говорим о роли Сталина в войне, а не о том, что как бы Сталин строил, а либералы построить не смогли. Роль Сталина в войне. Провалил подготовку, выиграл в результате чудовищными жертвами, добился победы. Кто выиграл? Сталин, Жуков, маршалы? Выиграл советский народ под руководством Сталина. А еще что касается маршалов, куча историй, как Сталин пытался лично руководить войсками на первом этапе войны, что вело к провалам, потому что политический руководитель не должен быть военным. Кстати, на Западе с Черчиллем то же самое. И когда он отстранился и начал просто, так сказать, осуществлять общее руководство, дело пошло. Как учились воевать советские маршалы, это тоже отдельная тема. По-моему, только Рокоссовский и Конев берегли людей. Насчет Рокоссовского точно. Насчет Конева... То есть мы что получаем? Значит, только с тех пор, как товарищ Сталин отстранился и занялся общим руководством? Нет, каждый должен заниматься своим делом. Если я сейчас начну вести эфир, то я его завалю. Нет, вы нет. А вот если вы начнете руководить войсками, безусловно, война мы проиграем в минуте на третье. Да, безусловно завалим. А если я, то на второй. Безусловно завалим. Но Сталин просто стал заниматься своим делом. Он понял границы своей компетенции чудовищными жертвами. А нужны ли были эти жертвы? Вот вы говорите, что нельзя было индустриализацию и коллективизацию по-другому обойтись. А тут в данном конкретном... Мы на самом деле не знаем, был ли заговор Тухачевского, если по-честному. Просто не знаем. А заговор Тухачевского в чем заключался? В отстранении Сталина от власти? Да. Ну и замечательно. Если бы в главе был Тухачевский, вполне возможно, что в войну мы бы были более готовы. Например. А как вы это можете знать? Ну, потому что он писал труды и описывал свои представления прекрасные. А Сталин вообще не писал труды. Он произносил речи. Да Тухачевский вообще был палач. Уж если на то пошло. Да, первое применение отравляющих газов против мирного населения. И, кстати говоря, первое канцелландеря после англичан второе против мирного населения. Это опять-таки Тухачевский и Ленин. Тухачевский. Тухачевский. Ленин и Тухачевский, Тухачевский и Ленин. Близнецы и братья. Так вот, возвращаясь. Слушайте, Михаил Ильич, а как мы с вами при этом всем коммунистами продолжаем оставаться? Как-то у нас странно получается. Мы сейчас уже всех разнесем, а как-то веру в светлый социалистичный... Это не вера, это знание того, что справедливость первична, а прибыль вторична. В этом наше разногласие с гражданами Гузманами, насколько я понимаю. Слушайте, вы антисемит, по-моему. Почему? Ну, я не знаю. Нет, на самом деле... Граждане Гузмана... Вот вы смеетесь, смеетесь. Я не смею. А я тут покритиковал после аварии на шахте Распадска господина Абрамовича. И через годик после этого узнал, что оказывается... Там было четыре владельца. Абрамов, Вагин, Козовой, Абрамович. Но поскольку народ знал только Абрамовича, то я трех через запятую и, значит, клеймил товарища Абрамовича. И на основании этого меня включили в отчет о 49 случаях антисемитизма по всей России. Так что я не могу найти этот отчет, потому что люди, судя по всему, застыдились того, что они сочинили. Я на вас напишу донос в антидеформационную лигу. Да, пожалуйста. Но практически человек без диплома... Хорошо, вернемся. Значит, если не Сталин, то Тухачев... Вы не знаете, был ли заговор Тухачевского? То есть, при этом, знаете, что Тухачевский бы войну проиграл. На фоне товарища Тухачевского товарищ Сталин был бы гуманистом. Хорошо, другие варианты. Вы знаете, мы опять говорим, французы любят Наполеона. У французов еще есть такое замечательное выражение «лестничный ум», которое, знаете, мы сейчас пытаемся в сослагательном наклоне, когда человек уже выходит на лестницу, соображает, что надо было сказать. Да. Но Наполеон по демографическим последствиям был значительно страшнее Сталину. Потому что он перестал воевать по простой причине. Во Франции не осталось мухчин, способных носить оружие в должных количествах. Просто был уничтожен демографический потенциал. Они им гордятся. Послушайте, почему я должен гордиться Сталином? Объясните мне, пожалуйста. Я могу гордиться отдельными достижениями советского народа, сделанными при Сталине. И для меня День Победы это святой праздник. Для меня, еще раз повторю, прорывы в индустриализации, опять-таки, ну не святое, но это то, чем я горжусь. И я действительно ненавижу либералов за то, что как бы они это разрушили и проели это наследство. Но у меня возникает закономерный вопрос, что если бы не товарищ Сталин, вполне возможно, этого можно было бы достичь с меньшим количеством жертв. И в других странах, в других странах, так и происходило. А если бы... Бабушка была дедушкой, да? Да, а мама встретила бы не папу, то я, наверное, был бы выше и красивше. Только это был бы не я. Да? Ну, в Палле был бы не я. И тут нам остается либо ненавидеть маму? Нет, это психологические комплексы. Только не нужно их... Какие психологические комплексы людей, у которых... Мама встретила папу, при этом мама убила там трех, не дай бог, моих братьев. Я же ее не за то, что она встретила папу, ненавижу, а за то, что она братьев моих сожрала. Ну, условная мама. Вот вам и родина. Я же ее не за то, чтобы папу встретил. В чем я-то сейчас не прав? Я не утверждаю, опять-таки, мы не можем этого знать однозначно. Я против того, чтобы принижалась роль советского народа. Я вообще против того, чтобы принижалась роль Дня Победы. Я против того, чтобы хоть как-то это... И против того, чтобы либералы, условная либеральная общественность вообще как-то в это залазила и запрещала нам это любить. Но, опять-таки, от этого мне Сталин ближе не становится. Ну, а как Сталин может быть близким? Простите, пожалуйста. Это человек, который бы я попонял. Если бы вы действительно мне убедительно доказали. Игорь, вот по-другому было нельзя. Надо было убить два миллиона, чтобы спасти оставшееся население Советского Союза. Да? И выиграть войну только таким количеством жертв, иначе мы бы ее проиграли. И никто другой бы... Либо, да, мы поняли... Какую мысль вы хотите сейчас высказать, Игорь? Да я не хочу никакую. Я пытаюсь понять. Понять что? Я, в отличие от Гозмана, не уперт в какую-то идею. Понять что? Можно было бы меньшими жертвами выиграть войну. Можно было бы не уничтожать собственных граждан. Если бы Красная Армия была Немецкой Армией, да, можно. Да, можно. А чем Красная Армия отличалась от Немецкой Армии? Кто виноват в том, что она была не столь эффективна, как... Ну, видимо, это вы имеете в виду. Ну, потому что страна приходила в чувство после Гражданской войны медленно, долго и чудовищно. Это была интеллигенция в первом поколении, инженеры. Только-только созданная. Страна готовилась совершенно не к той войне, судя по всему. Ну, не знаю, какой, но готовились явно не так. Кто страну в Гражданскую войну-то вверх? Не Ленин Сталин с шарашками остальными? Ну, можно еще сказать, что большевики свергли Николая Второго. Ну, Николай Второй и так бы рухнул, только вопрос дальше как бы развивался. Большевики свергли демократ... Извините, Николая Второго свергла буржуазно-демократическая интеллигенция. Если буржуазно-демократическая интеллигенция у нас осталась в власти, мы бы имели, может быть, такой тихий садик, такой маленький только, не Советский Союз, такой маленький от Российской империи бы осталось, уютное государство. Понятно. Демократа, вернее, уже не наша, она может существовать, могла теоретически существовать на правах не до Эстонии. То есть, территория, где кто-то живет, есть какие-то небольшие ресурсы. Эти ресурсы используются большим бизнесом других стран. В интересах этого большого бизнеса этих стран. А если вам что-то нужно, ребят, езжайте к нам работать с посудомойками и будьте живы. Вопрос. Мы хотим что-то сделать сами в своем доме или мы хотим в чужом доме работать с посудомойками. А кто сказал, что буржуазно-демократическое правительство закончилось бы не до Эстонии? Это один из вариантов развития. Поскольку оно буржуазно-демократическое, оно быстро бы разделилось на территорию, включая Сибирь отдельно. А дальше, в силу незначительности демографического потенциала, если бы поляки не скушали, то скушали бы немцы или кто-нибудь еще. То есть, вы считаете, что история не знает слагательных в данном случае наклонений, а большевики, это был единственный выбор России, соответственно, закономерная внутриклановая борьба большевиков привела к появлению Сталина, и дальше все покатилось по накатуре. Американский генерал Грофс сказал, который в 18-м году с нами воевал в Владивостоке, он сказал, можно победить миллионную красную армию, можно победить трехмиллионную красную армию, даже пятимиллионную красную армию тяжело, но разбить можно. Но когда 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, пора валить. Как-то он это так посчитал. Ну, это было, естественно, эмоциональное ощущение, но ведь большевики, установив власть на территории страны, вы вообще не верите в демократию, Михаил Геннадьевич? Они потеряли всю страну, потому что крестьяне сказали, не, нам эти коммунистические изыски не нужны, мы земли хотим. И они вернули себе белую власть, буржуазно-демократическую. Омская директория и Колчак, это были демократы, буржуазные. Мы сейчас, как Венчик Керафеев говорил, далеко же зашла ты, Дашенька, в поисках собственного я у нас, потому что время подходит к концу. Я единственное, но все-таки в завершение выскажу нашу, наверное, с Михаилом Геннадьевичем концессу на меня, спорить мы можем сколько угодно, но День Победы все-таки не трогайте. Это святой для нас день. День Победы, это святой день, и, кстати говоря, даже для Гозмана, если верить ему на слово, тоже. Ну, для всех, видимо, кроме Минкина. Напомню, Игорь Виталь был в студии, и Михаил Делягин услышится завтра в то же время.